да ладно тут лазил по тик току там что-то все какой-то кофе опять пьют самодельная типа лайфхак опять только с кофе ну да ладно будем проверять как обычно всем привет вы на канале валдис life и с вами я валдис что мы сегодня будем делать как я уже сказал ранее будем пытаться попробовать повторить кофе из тик тока вот будем повторять кофе из тик тока я надеюсь у меня получится и будет вкусно а вот а а и и и а и и и и и и Ну и для данного лайфхака нам потребуется немного молока, у меня это пол кружечки, 3 ложки кофе, не знаю, хватит мне этого или не хватит, но в лайфхаке так. Ну и 3 ложки сахара. И, конечно же... Валера, нам стало твое время. Чтобы взбивать это кофе. Итак, что мы делаем сначала? Сначала мы берем наш сахар, пересыпаем в кофе, немножечко размешиваем. Все, помешали. Теперь нам нужно сюда налить воды. Я лью кипяток, кипяченый, из чайника, все как положено. Мне кажется, так правильный. И потом надо нам взбивать. Что-то я торможу сегодня утром еще. В общем, сюда льем кипяток, взбиваем все и переливаем молоко. И нам обещает наивкуснейший кофе-экспрессо. Погнали делать. Так, ну вот у меня есть кипяченая водичка, которую я скипятил совсем недавно. Но она же кипяченая, горячая, все. Что мы делаем? Мы заливаем нашу воду вот в эту смесь кофе и сахара. Надеюсь, все получится. Давай, тик-ток не подведи, иначе я тебе бан поставлю. Теперь берем миксер. Так, ну что? Вот такая пенка у нас получилась. Покажу поближе. И эту пенку мы кладем в молоко. Слушайте, ну это даже выглядит красиво. Ну а теперь пробуем, пока пена не осела. Честно говоря, вот хрен пойми. Как будто, я не знаю, может кофе много, но горчинка вот этого растворимого кофе, она остается почему-то, не знаю. Может быть, правда кофе переборщил. Но по сахару ничего, напиток получился холодный. Попробую разбавить еще теплой водой. Может все-таки... А пенка-то получилась воздушная так-то. Ну. Но я бы все равно по утрам бы хотел пить такой кофе, только не в холодном виде, а в горячем. Тут он получился в холодном, потому что молока больше, воды меньше. То есть, ну а кофе, сами понимаете, оно... Ну, получился такой, как говорится, капучино на минималках. То есть, покайфовать дома можно, но я бы, наверное, лучше бы пил из автомата. Кому ты рассказываешь, какого автомата? Ты, блядь, у тебя денег нету никогда. Какое ты кофе будешь пить с автомата? Максимум, что ты пьешь, это пивко за 50 рублей за бутылку. Рассказывай, там, кофе с автомата выпил. Вот, дома тебе надо делать и пить максимум. Немножечко отошел от темы, не знаю, мысли вслух. Вы не воспринимаете так? Что могу сказать по завершению этого коротенького лайфхака? Хотите порадовать свою вторую половинку? Сделайте. Не знаю, вот единственное, что если у вас нету миксера, можете взять вилку и также мешать, пока не отсохнет рука. Вот. Единственная проблема это в этом. Вот. А так все вкусно. Не знаю, как еще сказать, кроме как вкусно. Вкусно, в общем. Сладко, вкусно, кофейно, легкий кофеечек, с утреца такой. Но делать его долго. Ну, а на этом я хочу закончить свою проверку лайфхака. Вот. Так что вы ставьте лайки, подписывайтесь. Еще раз повторюсь, у меня цель в тысячу подписчиков. Вот. Мне нужно ее выполнить до конца лета хотя бы. Сейчас 2 июля. До конца августа мы же с вами сможем это сделать. Всего-то тысячу подписчиков. Так что не оставайся равнодушным. Подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии, пусть даже и плохие. Я на все отвечаю, все отслеживаю. Вот. Ну, а вы были на канале Valdez Live. Ну и пока.